Отвратительная подготовка тренеров. Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру, что Минского Динамо, что сборных команд. Это работа тренеров. Сегодня тренера выпускаем в три раза больше, чем работает тренером. Примите меры, чтобы, закончив образование, получив тренеры, шел работать тренером. Нет, лишайте его диплома. Но это такая работа там, в этом учебном заведении. Там должны быть преданные, надежные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры. Вот цифры. В отдельных видах спорта за последние 10 лет подготовлено полтора-два раза больше тренеров, чем сегодня работают. Где остальные? Зачем мы деньги тратим? Зачем мы им образование даем? Чтоб корочку получить? Очевидно, что молодые специалисты остаются там, где руководитель проявляет заинтересованность и создает условия для работы и жизни. На плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов. С другой стороны, создавая для тренера необходимые условия, нужно наладить эффективный контроль за его работой, за учетом занимающихся в спортивных школах.